Так же и о глухой защите. Глухую защиту покажи. Ну какая? Ближе к дистанции. Глухая защита. Во, а кулаки сожми. Да. Чуть таз назад дай. Вот, таз назад дай, чтобы вот, вот ты наклонившись немножко и подседешь. Вот даже здесь, ближе к дистанции, смотри, не надо тянуть руки сюда, ногу, подбородок. У тебя локоть, бедро, кулак. Вот они висят, да, таз. Вот он. Не прогибай спину, дорогой. Вот ты согнул локти, и кулаки оказались на уровне плечей. А опущенный подбородок оказался на уровне тоже плечей. И теперь очень короткое действие, например, да, наношу удары. Просто плечо приподнял. Уже его кулак вышел на лоб. Раз. Вот понимаешь, что делать? Вот по башке вот пропустить, вот здесь вот, это довольно-таки всё равно тяжело, голова маленькая штука такая. Понимаешь? Но все защищают в основном её, да? И каким образом? Вот я встал в глухую защиту, всё, я уже поднял рук сюда. А посмотри, как у меня ливер открывается. Я наоборот, вот сюда я сел. Чем ближе я к противнику, я уверен, что у меня здесь он... Но он не будет сильного удара. Нету дистанции, нет у него разворота. Будет он крутиться, это всё уже видно. Но если ты поднял руки сюда, вот подними кулаки. Здесь однозначно пробьётся. И начнётся что? Таскание рук. Опущенный подбородок. Не голова вытянутая. Смотри, где руки оказались. Видишь? Дырка. Кулаки прижаты. Вот, к плечам. Локти к плечам. И подбородок опущен на плечи. За кулаки. Не кулаки поднял, затянул на голову. Это уже ситуация, защитное действие. Вот, оп, короткое, срегкое движение. Да, два плеча, оп. Вот и всё. И здесь ты оп, защищён. Ты... Невозможно здесь понять, какой удар тебя наносит. Снизу пойдёт, либо сбоку. Согласен? Да. Ты немножко видишь, с какой руки тебя бьют. А какой это будет удар, может апперкот, может сбоку, может быть снизу. Тут очень тяжело его разорвать. Когда вот так стоите, вы силе прилагаете, чтобы локти внутри вас... Нет, я ставлю ноги пошире, у меня расслабляется поясница. Да, и я сажусь. Если я вот так не напрягусь, они у меня не сходятся. Мне вот так на плече надо... Ну что делать у тебя? Попробуй сейчас не наклониться. Не наклоняйся мне. А подсядь просто попой. Во! Поднял, согнул кулаки. Во! Так удобно? Вот так же не сходится? Ну и не надо пускай сходить. Надо будет, сведёшь. Ну что ж, конституция у тебя такая, широкий ты вот здесь. Будешь вот подрабатывать локтями, да. Поднимем, голову. Во! Будешь вот подрабатывать. Вот и всё. У него у кого-то тоже, ну не сходятся от руки все, ширина, у него квадрат просто вот такой. Априори, ну что делать? Вот он начинает вот вращаться, ещё что-то делает. Знаешь? У кого-то такой животяра, мощный, ударная мышца? Пресс. Пресс? Живот такой, шарик с кубиками, базара нет. Ударная же мышца, знаешь, когда бьёшь, бедро, пятка, ещё живот инерцию придаёт. Это очень страшные люди. То есть вот сюда держать руки на голову, закрываете, это не глухая защита, это Косяков. Это реально ты открыт. Больше закрывать корпус, вот сюда. И втыкаться в противника, вот клинчевать вот даже. Вот плечо ему, видишь, загонять плечо между рук. И тем самым даже раскрывая его руки, переворачивая здесь. А, извини. Понимаешь? Даже я этим плечом что, аж вон отвести могу, оп, и раскрутиться. Загнал сюда всё, в ливер открыт. Все стараются бить, очень мало бьют по животу. Надо наоборот работать. Надо показывать в голову и по животу, и переводить на голову. А все стараются первым ударом залезть в голову. В голову попасть очень тяжело. Чуть отклонил, чуть наклонил. И кулак, он уже пролетел где-то. А вот пугать, туда пробивать, пугать, пробивать и переводить. Когда ты уже в средней дистанции. Это да. А с дальней дистанции сразу первым ударом попасть вообще дурной тон считается. Второй удар. Дёрну где-то. Та-да-да-да-дам, туда добежать. Ну базар весь. Окей? Запомнил группировку? Покажи ещё раз. Да, да. Оп, плечо. Всё. Молодец. Пользуешься.